Привет, друзья! Это очередной выпуск наших умопомрачительных новостей, которые мы называем B-Sides Hot Culture, то есть страна B. Мы записываем эти выпуски в магазине наших друзей Washing Machine в Петербурге на Басковом переулке, магазин виниловых пластинок. Ссылка есть в описании к видео, так что все про ребят можно узнать. Большое им за это спасибо. Ну что, пробежимся по новостям и, конечно, как всегда бывает в наших выпусках, я дам несколько анонсов того, что происходит в Петербурге, на что я обратил внимание и вам тоже рекомендую внимание обратить. Начинаем! Начнем вот с какой истории. Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал QR-код у Театра Буф из-за грубого нарушения санитарных норм. Проверка пришла в Театр еще 2 ноября. В сообщении комитета говорится, что на входе посетители не проверяли температуру, не приняты были меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, зрители были без масок, и театр был закрыт до момента, пока не будут устранены эти нарушения. Тогда театр сможет возобновить свою работу. Такая же история на прошлой неделе произошла и с Тюзами Небрянцева. У него тоже отозвали QR-код, поскольку в Тюзе после проверки выяснилось, что не соблюдают ограничения, связанные с пандемией. Зачем я это рассказываю? Затем, что когда мы с вами приходим в театр или в любое другое место и говорим, эй, пропустите нас без QR-кода, да ладно, ничего не будет, да я сниму маску, все будет окей. На самом деле не все будет окей, и вот это яркое подтверждение, по-моему, это первые два театра вообще в стране, в Петербурге точно первые два театра, которые закрыли из-за несоблюдения коронавирусных ограничений. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, не подставляйте тех людей, которые работают в культурных институциях, они вынуждены вас просить надевать маски и вынуждены вас просить соблюдать социальную дистанцию. Действительно приходят проверки, и вы никогда не узнаете, что эти люди есть сегодня в зале, а потом театр закроют. Так что просто прошу вас быть внимательными. Но новость, которая, конечно, всех потрясла на прошлой неделе, хотя она анонсировалась давно, группа Абба выпустила свой очередной альбом впервые за 40 лет. Альбом называется Voyage, два трека были предвыпущены некоторое время назад, а вот сейчас вся пластинка доступна для прослушивания. Кроме того, в Лондоне готовится специальный Абба-холл, летом будет серия концертов, а потом, говорят, на мировое турне с голограммами участников группы Абба, которыми займется ни больше ни меньше Джордж Лукас. Я не знаю, что это будет за концерт, и вообще неизвестно, что случится с концертной индустрией после этого бронебойного шоу, но альбом я послушал. И должен вам сказать, что у меня он оставил, конечно, такое грустное впечатление. То есть нет, все классно, все как было у Абба и раньше, ну, собственно, как и было 40 лет назад. Ничего вообще не изменилось. Женя, один из совладельцев вот этого винилового магазина, сказал мне, что с его точки зрения это классный продюсерский ход, потому что, когда ты слушаешь этот альбом, есть ощущение все-таки такого Рождества и Нового года. И что продюсеры суперклассно попали, за два месяца до Нового года и Рождества выпускают альбом Аббы, который заставляет нас немножко поностальгировать и при этом создает новогодние ощущения, и вот будут классные продажи перед Новым годом у этого альбома. Ну, я, честно говоря, в этом вообще не уверен. У меня просто ощущение грусти после прослушивания этой пластинки. Ну, ничего не могу с этим поделать. Такие вот мне впечатления пришли в голову. Может быть, у вас другие? Напишите нам об этом в комментариях. И на этой же неделе вышел сингл Kylie Minogue, который она выпустила вместе с J.C.Wire. Это переиздание ее альбома 2020 года, он называется Disco. Disco Guest Edition. К старому альбому добавятся несколько новых треков. Один из них с J.C.Wire, еще один, он называется Kiss of Life, еще один трек будет вместе с группой Years and Years, Glory Gainer, и там еще будет ремикс от Dua Lipa. Так вот, посмотрите, пожалуйста, этот клип, который Kylie Minogue выпустила с J.C.Wire. И в отличие от ABBA, в общем, все то же самое. Ну, такой, прямо скажем, поп-диско из прошлого. Но почему-то грустного ощущения от этой музыки нет. Почему? Не знаю. Можете со мной поспорить в комментариях. Еще один фильм, который я вам хочу посоветовать, называется Rock за гранью. Это картина режиссера Сергея Дебежева. Интервью с Сергеем Дебежевым можете найти у нас на канале. Вот здесь появляется сейчас фотография Сергея Дебежева. А ссылка есть в описании. Кстати говоря, Сергей Дебежев предсказал пандемию. Если вам это интересно, в 2019 году мы делали это интервью. Посмотрите. Но сейчас не об этом. Сейчас о картине Rock за гранью, которая посвящена Виктору Цою, Борису Гребенщукову и Сергею Курехину, знаменитым героем русского рока. Фильм этот построен на трех больших интервью с Виктором Тихомировым, с Сергеем Бугаевым Африкой и с продюсером Мариной Алби. Там очень интересная незамыленная хроника. Посмотрите ее внимательно. Потому что многие из этих кадров я лично раньше не видел. И вообще это такое документальное кино, которое сейчас мало снимают. И более того, я его впервые увидел во время Петербургского экономического форума на вечеринке газеты «Коммерсант». Там было выступление группы кино. А вот перед этим выступлением показывали фильм «Рок за гранью» на большом экране. Куча народу была вокруг. Знаете, как обычно бывает на таких больших вечеринках. Все пили, что-то болтали, кричали. Но изображение настолько захватило меня, что в какую-то секунду мне показалось, что... И никто не смотрел на экран практически. Так вот, мне в какую-то секунду показалось, что никого рядом нет. Я как завороженный смотрел на экран и слушал то, что говорят герои. А после этого подошел к Сергею Дебежу. И вот он мне сказал, что премьера ожидается осенью. Оказывается, фильм вышел в сентябре на платформе «Кион». Я в данном случае не рекламирую «Кион», а рекламирую фильм «Рок за гранью», который, мне кажется, важно посмотреть просто для понимания того, что происходило в Ленинграде. И, конечно, кадры съемки Ленинграда, которые вы там увидите, мне кажется, дорогого стоят. Так, Российская книжная палата сообщила, что за 9 месяцев этого года самыми издаваемыми авторами в России стали на первом месте Стивен Кинг, на втором месте Джордж Оруэлл, и на третьем месте Федор Михайлович Достоевский. Любопытно, что в прошлом году вместо Оруэлла на втором месте была Дарья Донцова. Ну вот теперь Дарью Донцову из этого списка изъяли, там появился Джордж Оруэлл, а Федор Михайлович Достоевский, этот год юбилейный, понятно, что все снова читают Федора Михайловича. Что касается Стивена Кинга, то он постоянный рекордсмен. В нашей стране больше всего любят ужасы от Стивена Кинга, а не какую-нибудь другую литературу. Тарантино, Квентин наш дорогой, сделает NFT из вырезанных сцен криминального чтива. Всего будет создано 7 токенов, которые будут выставлены на площадке OpenSea. Когда это произойдет, неизвестно. Какие сцены будут, тоже неизвестно. Но известно, что там будут отрывки сценария и комментарии режиссера. Кажется, что вот это после того, как произошла криптовесна, помните, когда все бросились этой весной делать NFT, теперь приходят настоящие мастодонты и начинают выпускать свои NFT-токены. Посмотрите, кстати говоря, наш большой выпуск про NFT. Он тоже есть здесь в описании и на канале Hot Culture. Кстати, замечу, что NFT создал и Дэвид Линч, а еще компания Warner Brothers собирается выпустить серию из 100 тысяч аватаров, которые будут созданы на основе фильма «Матрица». Представьте, сколько они будут стоить. Я, кстати, вам раскрою секрет. Если вы не знаете, в мире NFT-коллекционеров и покупателей очень модно иметь крутой аватар. И если вы смотрите на профиль такого человека и видите там какой-то классный дорогой аватар, это значит, что он действительно крутой коллекционер. Ну, как я уже сказал, подробнее про все это можно узнать в нашем выпуске про NFT. Кстати, музеи тоже не отстают. 10 ноября Эрмитаж открывает свою первую виртуальную выставку цифрового искусства. Она называется «Незримый эфир». Это будет исследование блокчейн-технологии в области искусства. И об истории NFT тоже будут рассказывать. Выставка будет организована в виртуальном пространстве биржи. Здесь, на Васильевском острове. Это намек на криптобиржи, которые также существуют в виртуальном пространстве. Курирует выставку Дмитрий Озерков и Анастасия Горнова. Как говорит Дмитрий, вот цитата. «В экспозицию войдут уже существующие работы известных NFT-художников и произведения, специально созданные для Эрмитажа. Все они будут раскрывать тему NFT с разных исследовательских аспектов». Вот и посмотрим, как нужно выставлять NFT-искусство, потому что четкого ответа и четкого алгоритма выставок NFT пока никто еще не придумал. Каждая новая попытка – это проба и выяснение того, как это можно было бы сделать. Международный фестиваль медиа и искусства. Переходим к анонсам. «Киберфест 13» в Петербурге пройдет с 11 по 28 ноября. Тема фестиваля в этом году – «Космос и хаос». В 13-м «Киберфесте» примут участие около 70 художников из 17 стран. На нескольких площадках все будет происходить. Пространство «Эр» университета ИТМО, «Арт ИТМО Резиденции», как она называется, «Академия Штиглица», «Молодежный центр Эрмитажа», «Анны Кирхи», «Галерея Люда», «Арт-центр Боррей». Ну, в общем, «Киберфест» в 13-й раз. Ссылка в описании. Посмотрите. Если вы слышали шикарную совершенно новость от шотландского балета, который обвинили в расизме, потому что постановка Щелкунчика критикам показалась слишком расистской. И тогда менеджеры шотландского балета приняли важное решение. Они изменили китайский танец и изменили арабский танец так, чтобы больше они не выглядели расистскими. Напомню, что Щелкунчик — это классический балет на музыку Петра Ильича Чайковского. Но это в Шотландии произошло. Сейчас шотландский балет собирается гастролировать по Великобритании, поэтому если вдруг вы окажетесь на постановке шотландского балета где-нибудь в Великобритании, вот и посмотрите. Там, кстати, говорят, Дроссельмейр будет женщиной, потому что генеральный менеджер труппы прочитал внимательно либретто и понял, что нигде не говорится о том, что Дроссельмейр должен быть мужчиной. Так вот, это в Великобритании. А в Петербурге стартовал на этой неделе 20-й юбилейный фестиваль балета Dance Open, международный фестиваль. И я попросил подробнее рассказать нам об этом мою подругу, журналистку и автора телеграм-канала о танце и балете Ольгу Угарову. Канал называется VeryBallet. Пожалуйста, подписывайтесь на него. И слово Ольге. Всем привет! Итак, что мы должны знать о фестивале Dance Open, который только что стартовал в Петербурге? Во-первых, это юбилейный сезон. С 2001 года продюсер и идеолог проекта Екатерина Галанова привозит в Петербург все самое интересное, модное и новое, что есть в мире балета и современного танца. Во-вторых, 11 и 12 ноября в рамках фестиваля пройдут гастроли одной из лучших трупп мира, которые работают с Contemporary Dance. Это компания Intradance из Нидерландов. Труппа отмечает 50 лет со дня основания, поэтому их программа называется «Золотой сезон». Они включили в нее три одноактные работы, в том числе философский бестселлер именитого хореографа Акрама Хана. В-третьих, в связи со всевозможными ограничениями, команда Dance Open очень быстро организовала онлайн-программу. 13 и 14 ноября к ним можно присоединиться на их официальной странице ВКонтакте. Они покажут фильм-ликбез «Балетная азбука», проведут мастер-класс по фламенко и выложат паблик-топ, посвященный театральной репертуарной политике и современному танцу. В финале фестиваля традиционно пройдет гала-концерт, на которой слетаются суперзвезды балета со всего мира. Список имен пока держится в секрете, интрига сохраняется, поэтому ждем, когда они ее откроют ближе к вечеру. На этом пока все, спасибо! Еще одна история, которая произошла со мной в эти выходные. Я тыркал YouTube, и в пятницу вечером мне пришло уведомление о прямой трансляции концерта Дэймона Алберна. Дэймон Алберн, напомню, это участник и создатель группы «Блёр» и, конечно, создатель и участник «Гориллос». Я подумал, ну какой может быть прямой эфир концерта Дэймона Алберна? Заглянул на этот аккаунт и выяснилось, что это давно мною любимый аккаунт «Арте-концерт». «Арте» — это германо-французский канал, рассказывающий о культуре, телевизионный канал. И у них есть такое YouTube-подразделение «Арте-концерт». Поскольку пандемия во Франции немножко подотпустила, то там они устроили целый фестиваль «Арте-концерт», и в рамках этого фестиваля был сет Дэймона Алберна. Потрясающий концерт. Вообще сложно представить, что в наше время есть места, где люди просто стоят друг с другом рядом на концерте, там такая квадратная сцена, выступает шикарный совершенно Дэймон Алберн. Очень, конечно, грустная музыка и пронзительная, но у меня после нее такое светлое ощущение на душе. Я весь концерт просмотрел, не отрываясь, а потом стал гуглить и обнаружил, что ведь на этой неделе Дэймон Алберн выпускает сольный альбом, который называется «The near the fountain, more pure the stream flows». Это фраза из стихотворения британского поэта Джона Клэра «Любовь и память», который можно было бы перевести как «Чем ближе источник, тем чище вода». И альбом этот Дэймон Алберн, это, по-моему, третий его сольный альбом, написал после долгого пребывания в Исландии. Как сам он сказал, у меня был темный период в жизни, и вот проходя через этот период, я понял, что еще где-то в нашей вселенной есть чистый источник. Возможно, он существует. Послушаем пластинку вместе в конце недели, и я вам очень рекомендую посмотреть это выступление Дэймона Алберна. Напомню, что в нашей стране стоячие залы сейчас запрещены, вот во Франции все уже работает. Не то чтобы я вас агитирую прививаться, но, возможно, стоит подумать об этом. 11 ноября в Манеже откроется выставка русского искусства «Покой и радость», такой межмузейный масштабный проект, в котором приняли участие около 40 российских и зарубежных музеев. В экспозиции покажут более сотни произведений русских художников, в том числе Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина, Карла Брюлова, Ивана Шишкина, Архипа Куинжи, ну и так далее. Можно список продолжать. Выставку курирует Семен Михайловский, и он говорит, что на экспозиции в Манеже не будет баталий, не будет душераздирающих драм, пылких страстей и обостренных эмоций, пугающего мистицизма. Выставка «Покой и радость» — это идиллическое повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации. Вы прекрасно знаете, что «Петербургский манеж» — одна из точек притяжения на культурной карте не только Петербурга, но и всей России. И, конечно, на «Покой и радость» нужно будет обязательно идти. Выставка, напомню, откроется 11 ноября. А 12 ноября в небольшой Кей-Геллери на Фонтанке открывается выставка «Сказки о потерянном времени» Владислава Мамышева-Монро. Серии «Политбюро», «Несчастная любовь», «Счастливая любовь» и «Сказки о потерянном времени», а также «Жить замечательных Монро». Эта выставка продлится до 16 января. Еще один анонс. 13 ноября «Невидимый театр» Семена Серзина сыграет «Общагу на крови». Это первая постоянная постановка «Невидимого театра». Они сыграют его в «Невидимом центре». Узнать, где находится «Невидимый центр» можно у нас в описании. В основе спектакля — роман Алексея Иванова, который он написал во время учебы в Уральском университете. И интересно, что Семен Серзин тоже был героем нашего «Ход культур». Можете посмотреть с ним интервью на канале. И прикольно, что «Общага на крови» — это первая стационарная постановка «Невидимого театра». Так, я напомню, что в каждой передаче я вам рассказываю про какой-нибудь сериал из стареньких, чтобы вы могли его посмотреть. И сегодня у меня на очереди абсолютно дикий по сегодняшним дням сериал, рассказывающий о книжном магазине и его продавце-интроверте, который, к тому же, ничего еще и не хочет продавать. В сериале все время пьют, курят и ведут себя абсолютно нетолерантно. А еще он есть только в не очень хорошем качестве, что добавляет ему особого шарма. Это книжная лавка Блэка, вышло три сезона. В 2000 по 2003 годы выходил этот ситком. Вот, посмотрите фрагмент. А ничего нового во мне не заметили? Ты превратилась в цаплю. Нет. Ну вот, английский юмор ровно такой, каким он и должен быть. Грубый и беспощадный. Почти все вам успел рассказать. Напомню лишь, что на этой неделе культурный форум должен был проходить в Петербурге. Международный культурный форум, он не состоится, но пройдет открытый лекторий «Культура 2.0» с 11 по 13 ноября. Это такой ключевой блок образовательной программы Международного культурного форума. В этом году тема открытого лектория – трансформация и взаимопроникновение культуры, городской среды и технологий. Эксперты из разных областей будут обсуждать искусственный интеллект, видеоарт, криптоискусство, массовую культуру и многое другое. Все произойдет в офлайн-формате в библиотеке имени Маяковского. И, конечно, будет онлайн-трансляция. Все мероприятия проекта бесплатные. Так что, если вы интересуетесь, обратите на это внимание. Все звучит очень актуально. Посмотрим, как будет на самом деле. Но темы просто те, которые не сходят с повестки людей, занимающихся культурой и искусством в последнее время. Проект наш называется B-Sides. И в конце каждого выпуска я рассказываю об одном из альбомов из моей коллекции. И сегодня вот здесь вот так долго стояла пластинка Фила Коллинза, которая называется Face Value. Фил Коллинз известен нам с вами по группе Genesis и, конечно, по сольной карьере. Это альбом 1981 года. Первый сольный альбом Фила Коллинза. Вообще Face Value — это номинальная стоимость, это такой финансовый термин. Но история обложки альбома связана с тем, что Фил Коллинз хотел показать таким крупным, такой крупной фотографией себя, что на самом деле происходит у него на душе. Альбом написан на волне переживаний первого развода Фила Коллинза. Об этом обычно пишут во всех рецензиях. Здесь есть песня In The Edge Night, которая стала самой популярной, по-моему, сольной песней Фила Коллинза. Из интересных историй, например, в одном из треков на гитаре играет Эрик Клэптон. А после одного из треков, если вы будете внимательно слушать, то вы услышите, как Фил Коллинз напевает Over the Rainbow. Эту песню он напевает, вспоминая убийство Джона Леннона. Вот такая история, Face Value — пластинка, которую я вам рекомендую послушать на этой неделе. Ну и, конечно, если вы хотите о чем-нибудь со мной поспорить, или если я пропустил какие-то важные культурные новости, пожалуйста, смело пришлите нам об этом весточку в комментариях. Мы читаем комментарии, ставим вам лайки, и вы тоже нам поставьте лайк, сделайте share, репост, и не забудьте подписаться на наш канал. А еще не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Ход Культур», в котором мы в ежедневном формате рассказываем про некоторые новости культуры. Всем спасибо, будьте здоровы и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok